Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Не так давно в стране у нас наступил август и прошел слух, что наше правительство повышает минимальную цену на алкоголь. Слух оказался слухом, минимальную цену сильно не повысили, сделали какую-то совершенно непонятную операцию, уравняли минимальную цену на слабую водку 39 градусов и цену на водку нормальную. Что такое слабая водка я не знаю, мне она ни разу не встречалась в наших магазинах, поэтому слух оказался слухом и прошел не очень замеченным. Но как показывает наша практика, как показывает наша жизнь, повышение цен в нашей стране случаются часто и с большим удовольствием. Поэтому решил сегодня заняться немножко математикой. Я хочу сказать, что себестоимость самогона из сахара, воды и дрожжей на ютюбе, наверное, не считал только ленивой. И все знают, что литра такого самогона, изготовленной в домашних условиях, по цене колеблется где-то в районе 40 рублей плюс-минус. А я, чтобы не повторяться, решил посчитать немного другую историю. Так как я сторонник зернового винокурения и вас призываю к тому же самому, я решил посчитать минимальные цены изготовления самостоятельно в домашних условиях зернового дистиллята и солодового дистиллята. Но уж цены на напитки такого класса в магазинах, каждый из вас в вашем регионе сможет посмотреть сам. Итак, начнем. Зерновой дистиллят и самый простой вариант его изготовления это сбраживание его при помощи кодзи. Я посмотрел в магазине цену на обычную яичневую крупу. Сейчас в Кирове она стоит порядка 27 рублей за килограмм. Это дробленый ячмень, который отлично подходит для сбраживания при помощи кодзи. Цена кодзи в нашем магазине, в магазине русская дымка, это 460 рублей за 500 граммовую пачку. Вот на данный момент, когда я снимаю этот ролик, в сентябре 2018 года. И если учесть, что на 1 грамм несоложенного сырья, то есть на 1 грамм той же яичневой крупы мы используем примерно 9 грамм кодзи. Соответственно, если посчитать внимательно, получается, что на килограмм исходного сырья кодзи мы расходуем примерно на 8 рублей. Получаем 27 рублей килограмм несоложенного сырья, 8 рублей кодзи для того, чтобы переработать это. Получаем 35 рублей. Я сознательно сейчас не учитываю стоимость воды, стоимость электроэнергии. Округлим это потом, потому что у всех она разная. И пока еще, слава богу, это и не является самой большой частью в наших затратах. Соответственно, мы имеем 35 рублей стоимость килограмма сырья. С этого килограмма сырья мы получим примерно 0,6 литров готового продукта, готового зернового дистиллята. Соответственно, 1 литр такого продукта, если правильно пересчитать, будет у нас стоить около 60 рублей. 60-65, вот здесь я закладываю запас как раз на расход воды, расход электричества. Стоимость амортизации вашего самогонного аппарата я сюда не закладываю, потому что только вы знаете, а сколько же вы за год собираетесь изготовить литров продукта при помощи аппарата. Ну а срок службы аппарата, ну я бы взял лет 10, не меньше. Аппараты у нас делаются из нержавеющей стали, поэтому служить он будет долго и надежно. Итак, первая база, от которой мы пляшем 60-65 рублей за литр зернового дистиллята. Сколько стоит зерновой виски в ваших магазинах? Я думаю, каждый из вас экономию может посчитать выгоду домашнего винокурения. Кроме того, хочу взять другой пример, совершенно благородный. Я хочу поговорить о солодовом дистилляте, односолодовом виске, самом-самом благородном напитке на мой вкус. Может быть, среди наших пищиков имеются сторонники коньяков, но так сложилось, что я сторонник солодовых напитков. Опять-таки, не буду брать самые дорогие сорта солодов. Возьмем солод недорогой, допустим, по цене 65 рублей за килограмм. Итак, 6 килограммов солода, один затор по 65 рублей, плюс одна пачка дрожжей, хороших дрожжей, не хлебопекарных, дрожжей для виски за 260 рублей. Всего получается 650 рублей. И, соответственно, посчитаем по выходу. Из 6 килограммов солода получим примерно 3,6 литра напитка. Соответственно, на 3,6 литра готового напитка мы потратили 650 рублей. И 1 литр, без учета стоимости воды, без учета стоимости электричества, без учета стоимости вашей работы и амортизации вашего самогодного аппарата, получается 180 рублей. И это односолодовые виски. Сколько стоят односолодовые виски и чем он отличается от обычного зернового виски, вы можете посмотреть в интернете. Это благородный вариант. Вот такой вот разброс цен. Такая вот вилочка у меня получается. 60-65 рублей зерновой дистиллят, ленивый способ на кодзи. И 180 рублей за литр благородный односолодовый напиток. Ваши выводы по поводу этого расчета оставляйте в комментариях к этому ролику. А также можете написать, сколько вам обходятся дистилляты, которые изготавливаете вы. Я понимаю, что смотрят нас и на юге, там, где доступны фрукты в больших количествах и по хорошим ценам. Поэтому особенно интересно такие расчеты касательно фруктовых дистиллятов. Что же касается зерновых, я посчитал. Ну а на этом у меня все. Вы на канале Русская Дымка. Цените натуральное.